Привет! Меня зовут Сергей. Сегодняшний наш урок посвящен плетению браслета. Вот так этот браслет будет выглядеть. Процесс его плетения не слишком отличается от плетения обычного фиштейла. Однако особенностью является то, что каждый раз пару резинок нам нужно поворачивать на 180 градусов на двух столбиках. Как это делается мы с вами посмотрим в процессе плетения. Ну а итогом у нас будет вот такой вид браслета. И именно по структуре и по ощущениям этот браслет мне очень напоминает прическу дреды, которую некоторые любят. И поэтому я его так и назвал дреды. Но фактически по сути это фиштейл с поворачиванием резинок на 180 градусов. Я думаю вы уже в нетерпении и поэтому давайте скорее приступим. Приготовьте ваш станок. Один его ряд снимите. Нам понадобится всего лишь два ряда. Расположите их ровно друг относительно друга. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Для плетения мы с вами будем использовать четыре столбика. Два из них будут основными. Вот эти. И два будут вспомогательными. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать оливковый цвет и оранжевый цвет. Два цвета. Хотя для плетения этого браслета можно использовать и большее количество цветов. Сначала мы с вами берем две оливковых резинки и я накидываю их на вот эти рабочие столбики. При накидывании пару резинок поворачиваю восьмеркой. Теперь беру следующую пару резинок уже оранжевого цвета и накидываю на эту же пару столбиков. Но при накидывании поворот восьмеркой не делаю. И теперь опять берем оливковые резинки и накидываем уже получается третья пара на верх этих столбиков. Далее берем крючок и нам нужно сейчас захватить на каждом столбике нижнюю пару, натянуть и с внешней стороны скинуть внутрь вот этой конструкции, чтобы резинка у нас получилась между столбиков. Из другого столбика тоже захватываем пару и скидываем с внешней стороны к центру. Опускаем вниз и теперь делаем важный момент. Сейчас нам нужно обратить внимание на оливковую резинку, которая находится выше. Но это не одна резинка, а пара. Нам нужно эту оливковую пару повернуть на 180 градусов. Вот так она сейчас стоит, а мы с вами ее развернем и также поставим на столбики. Но для этого мы воспользуемся вспомогательным столбиком вот этим. Давайте захватим здесь пару верхних оливковых резинок, снимем со столбика и накинем вот сюда, на вспомогательный. Далее возьмем вот эту часть оливковых резинок и накинем вот на этот столбик. Обратите внимание на то, что резинку не нужно перекручивать. Мы ее как сняли, так и должны накинуть на этот столбик. Не нужно перекручивать ее как-то восьмерками. Теперь забираем пару вот с этого вспомогательного столбика и накидываем вот сюда. И получилось, что у нас резиночка повернулась на 180 градусов. Теперь опускаем вниз и накидываем следующий. После оливкового цвет, оранжевый в моем случае, пару накидываем и снимаем с каждого столбика самую нижнюю третью пару. Здесь оранжевая и здесь тоже пара внизу оранжевая. Теперь оранжевую резинку будем поворачивать. Но поворачивать мы ее будем в другую сторону по сравнению с оливковыми. Поэтому воспользуемся вот этим вспомогательным столбиком. Захватываем здесь пару, снимаем со столбика и накидываем вот на этот вспомогательный. И мы с вами получается, что оранжевые резинки перекручиваем вот так. Теперь здесь пару и накидываем на вот этот столбик. А вот эту, соответственно, на освободившийся. Вот сюда. И получается, что эту пару мы с вами повернули. Далее накидываем оливковые резинки сверху. И с каждого столбика снимаем нижнюю пару. Теперь вновь нам нужно повернуть верхнюю пару резинок, оливковые. Мы, когда поворачиваем оливковые, то пользуемся вот этим столбиком. А когда поворачиваем оранжевые, то пользуемся вот этим столбиком. И я вам советую, когда вы начнете плести этот браслет, запишите себе, что, например, оливковый цвет у нас идет вниз, а оранжевый цвет у вас идет наверх. И тогда вы не запутаетесь, каким столбиком вспомогательным пользоваться. Итак, оливковые резинки мы поворачиваем с помощью вот этого вспомогательного столбика. Поэтому я захватываю пару, накидываю вот на этот столбик, отсюда вот на этот, и отсюда возвращаем на освободившийся. Опускаем вниз, накидываем пару оранжевых резинок. После накидывания снимаем нижнюю пару с каждого столбика. Здесь оранжевые и здесь оранжевые. Мы с вами помним, что оранжевую пару мы поворачиваем и пользуемся вот этим столбиком. Захватываем пару, снимаем, накидываем вот сюда. И здесь захватываем пару, накидываем вот на этот столбик. И теперь вот эту часть со вспомогательного накидываем на основной. И поворот оранжевой резинки у нас получился. Теперь после оранжевой у нас идет оливковая пара. Накидываем ее сюда и с каждого столбика снимаем нижнюю пару. Здесь. И на этом столбике захватываем нижнюю пару, снимаем вот сюда. После того, как сняли, нам нужно верхнюю резинку повернуть. Оливковые. Мы помним, что их мы поворачиваем, воспользовавшись вот этим столбиком нижним, отсюда вот на этот столбик. И теперь на освободившийся накидываем вот эту часть. И оливковая у нас повернулась. Опять накидываем оранжевую. Опять снимаем с каждого столбика нижнюю пару. Для оранжевой пользуемся вот этим вспомогательным столбиком. Захватываем, накидываем вот сюда. Захватываем, накидываем вот сюда. И вот отсюда накидываем на основной столбик. Оранжевую мы тоже повернули. И теперь накидываем оливковую пару. Таким образом, повторяйте эту последовательность действий, пока не наберете необходимую длину браслета, которая будет подходить ширине вашего запястья. И я сделаю то же самое за кадром. И мы посмотрим с вами, как этот браслет завершается. Итак, необходимую длину браслета я набрал. Давайте посмотрим на его внешний вид. Вот так этот браслет выглядит. В принципе, все у нас сплетено более-менее ровно. И как раз нужная длина сделана. Теперь посмотрим, как этот браслет завершать. А завершается он очень просто. Сейчас мы с вами вот эту верхнюю оливковую резинку или пару повернули. Об этом свидетельствует вот этот узелочек. И теперь мы захватываем вторую, то есть нижнюю пару с одного столбика и с другого столбика. И скидываем с внешней стороны к центру. Теперь оливковые резинки с одного столбика, допустим, вот с этого, мы перекидываем на соседний. Вот сюда. У нас получилось здесь 4 резинки. Именно на них нам нужно накинуть клипсу. Чтобы это было легче сделать, я их растяну, накинув на соседний столбик. Беру клипсу и на натянутые резинки ее гораздо проще накидывать. И сквозь все 4 резиночки клипсу я проделал. И снимаем теперь со столбика получившийся у нас браслет. Вот так он выглядит. Теперь нам нужно на другом конце этого браслета найти резинку, которая у нас имеет 4 оборота. Вот она. И накинуть на застежку, чтобы наш браслет замкнулся. Замкнулся. Накинули. И браслет замкнулся. Теперь не распустится. И все с ним будет в порядке. Ну вот и все. Наш браслет готов. Я надеюсь, вам понравился. Кстати, мне очень нравится вот такое сочетание цветов. Оливковый с оранжевым. Вы попробуйте из каких-то своих цветов тоже, наверное, выберете какое-то интересное сочетание. На этом урок наш закончен. Я надеюсь, он вам понравился. Поэтому поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока.